Здравствуйте, в эфире новый день. Скоро на улице станет холоднее, выпадет снег, дороги начнут обрабатывать реагентами. К этому времени стоит подготовить свой автомобиль. Каким образом, расскажут эксперты. Конечно, в первую очередь стоит переобуть летнюю резину на зимнюю. Уже при температуре плюс 3 летние шины начинают дубеть и терять свои эластичные свойства. А значит, приближают водителей и пассажиров к ДТП. Перед наступлением холодов стоит заглянуть и под капот. Аккумулятор автомобиля в зимний период времени сильно подвержен отрицательной температуре. Поэтому на стоянке часто достаточно можно увидеть картину, как один владелец автомобиля помогает второму завести автомобиль, то есть его прикуривать. Для того, чтобы с вами не произошла данная ситуация, необходимо прежде всего проверить уровень электролита и его плотность. В случае чего аккумулятор необходимо зарядить вам. Подготовка автомобиля к зиме включает и проверку моторного масла. При низких температурах оно загустевает, что ведет к двум проблемам. Во-первых, повышается износ трущихся деталей. Во-вторых, для проворачивания вала двигателя загустевшим маслом тратится намного больше энергии. Это означает, что аккумулятор сядет быстрее. Специалисты рекомендуют менять масло каждые 7 тысяч километров пробега. Следующая система автомобиля – это система охлаждения двигателя. В летнее время, если у вас есть течь, то, соответственно, многие владельцы начинают добавлять туда воду. Либо начинают смешивать различные производители охлаждающей жидкости. На зимнее время этот коктейль, соответственно, эксплуатировать не рекомендуется. Антифриз и тассол при этом резко меняют свои свойства. Вовремя заменить их будет дешевле, чем в последующем ремонтировать двигатель. Также стоит осмотреть тормозную систему автомобиля, проверить, исправны ли свечи зажигания и высоковольтные провода. Для комфортной эксплуатации автомобиля в зимнее время необходимо проверить систему отопления. Возможно, что ваш радиатор автомобиля забит, и поэтому он не будет выполнять эффективно свою функцию. Помимо прочего, автомобилистам рекомендуют обязательно в дорогу зимой брать с собой небольшую складную лопату, комплект проводов для прикуривания, буксировочный трос, водоотталкивающий аэрозоль и резиновый скребок со щеткой. Эти инструменты могут оказаться очень полезными в зимнюю непогоду. Как оставаться энергичным и креативным в любое время года? Каким образом можно предотвратить старение мозга? Существует несколько рецептов. Придерживаться здорового питания полезно не только для фигуры, но и для мозга. Ученые выяснили, лучше всего следовать среднеземноморской диете. Там высокая доля овощей, фруктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов. Важно высыпаться. Во сне мозг очищается от нейротоксинов, которые могут спровоцировать болезни Альцгеймера и Паркинсона. Завтра в Театре оперы и балета пройдет необычное выступление Чувашской государственной академической капеллы. Дело в том, что в нем примет участие музыкант из Ливана Салим Саад. Он будет играть на скрипке. На родине его знают как автора музыки для местных сериалов, фильмов и рекламных роликов. А у меня на этом все. Ну а завтра, завтра будет новый день. Партнер программы Чебоксары Лада. Единственный дочерний дилерский центр «АвтоВАЗ» в Чувашии. Город Новочебоксарск, улица Восточная, 6. Телефон 763010. Телефон 763010.